Всем привет! Вы слушаете 11 выпуск SDCast, подкаст о разработке ПО и его окрестностях, и с вами, как обычно, я, CS Diamond. И сегодня у меня в гостях Илья Зверев, активный участник проекта OpenStreetMap, аж с 2010 года, редактор новостного блога ШТОСМ, автор всяких профильных статей и докладчик на разных конференциях. Илья, привет! Привет! Ну, я так сказал про тебя вкратце, да, может быть, ты что-то добавишь поподробнее вообще? Вдруг я что-то забыл? Ну, я как? Я обычный участник OpenStreetMap, и должен сказать, что других вы в нашем проекте не найдете. То есть у нас все обычные участники. Вот. Ну, я стараюсь как-то помогать проекту разными активными делами. Там, сбором людей на всякие конференции, на встречи. Вот, все такое. И стараюсь быть в курсе того, что происходит в OpenStreetMap как в России, так и за рубежом. Ну, да, я заходил к тебе на блог. Собственно говоря, там прям много новостей. И не только, конечно же, про российское сообщество, а очень много именно в целом про OpenStreetMap. Там про выборы, про прочее, всякие новые инструменты и так далее. Ну, про это мы еще поговорим. Давай начнем с того, как ты вообще попал в мир OpenStreetMap. Ну, я считаю, что многие так выпадают. Я попал совершенно случайно. Я какое-то время назад был заедлым велосипедистом и искал карту, желательно бесплатную и более-менее полную, чтобы покататься по Финляндии. Нашел примерно 4-5 вариантов. Каждый из них внимательно изучил. Вот, самый лучший я загрузил навигатор, а когда приехал обратно, обнаружил, что я загрузил OpenStreetMap. И что пару дорожек, которые я проехал и которых не было на карте, можно взять и самостоятельно дорисовать. Вот, собственно, дорисовал там какие-то велодорожки, дорисовал там пару домиков рядом с местом, где я жил. И так понемногу и втянулся. Слушай, здорово. Ну, и вот до сих пор, так сказать, в общем, есть желание что-то дополнять, да, вот. То есть это не прошло интерес, я имею в виду. То есть что движет-то вот тобой, чтобы вот там каждый, ну не каждый день, ну пусть там время от времени, но все-таки туда вносить какие-то изменения. Ну, как сказать, я в проекте уже 4 года, и каждые полгода примерно область интересов меняется. То есть сначала, конечно, было обычное там дорисовывание дорожек, вот, там обклицовывание снимков, всякое подобное рисование. Вот, потом в рамках модели стало немного тесно, я там начал расширять, добавлять некоторые понятия там в антологии OpenStreetMap. Вот, потом там встречи, все такое. То есть, суть в том, что OpenStreetMap, он очень глубокий проект. То есть это не просто, допустим, набивание текстов, как в Википедии. Вот, то есть нет такого, что либо ты любишь набивать тексты там или обклацывать снимки, и поэтому это твое, а если нет, то найдите какой-нибудь другой. Нет, у нас проект очень глубок. И, по сути, любая область интересов может быть каким-то образом применена. Вот, все начинают, конечно, с обклацывания карты. То есть, как обычный процесс редактирования карты у нас построен. Есть, скажем, спутниковые снимки или GPS-треки из поездки. Вот, они подкладываются, а наверх загружается векторная карта с нашего сервера. Вот, то есть карта – это, по сути, точки и линии. Угу. Вот, и дальше человек берет и дорисовывает недостающие. То есть, если он проехал на велосипеде там по дороге лесной, которая на снимках не была видна и которую еще не нарисовали, то он может там несколько кликов ее обрисовать. Вот, или там убрать за крышей все магазины своего двора. Все такое. Так, хорошо. И что еще? Какие уровни есть? Вот, ты говоришь, это самый первый. Ну, как бы понятно, что все, наверное, начинают с него. То есть, когда первый раз сталкиваются, да, наверное, тут самый простой и самый доступный и общедоступный такой способ попасть. Ну, да. Вот. Второй уровень – это, ну, собственно, программистский. То есть, если за программист, можно что-нибудь куда-нибудь дописать. Вот, я успешно почти год в проекте скрывал, что я программист и занимался разными там картографическими вещами. Вот, но потом почувствовал, что инструменты как-то недостаточно хороши и должен сказать, что эта проблема все еще продолжается, но уже на другом уровне. Хорошо, про это мы еще обязательно поговорим. Да, вот. И, собственно, в одном месте что-то дописал там, сделал какой-то сайт. Вот, то есть, второй уровень части – это создание вещей. То есть, я как программист писал разные плавины и разные небольшие сервисы. Вот, другие уровни участия – это, например, написание текстов. То есть, если кто-то, скажем, ведет свой блог или просто привык писать тексты, то он может там помочь написанием учебников всяких, переводом материалов с английского, чем угодно, записью там видеоуроков. По тому, как пользоваться, да, в смысле ты имеешь в виду, то есть, или по использованию инструментов и как бы про что, вот, так сказать, документация именно с этим связана или какого рода? Ну, да, то есть, начинает вещей для новичков, как рисовать, до использования разных типов инструментов и решения разных прикладных задач. А у вас есть какие-то там, ну, гайдбуки, так сказать, да, вот, как новичку вообще, то есть, какие-то такой базовые, там, как быстро, там, OpenStreetMap за 24 часа или, там, что первые шаги, вот, ну, вот, какие-то такие совсем-совсем начального уровня документации для того, чтобы со стороны человека, вот, как быстро суметь войти, так сказать, и без помощи, там, без привлечения каких-то сторонних? Да, есть на разных уровнях, то есть, скажем, у нас есть сайт josem.ru, J-O-S-M, вот, на котором 12-минутный видеоурок по основным основам, вот, он, в основном, посвящен редактору нашему основному, вот, но там немного про OpenStreetMap, вот, а более подробная инструкция, ее написали участники проекта Humanitarian OpenStreetMap Team, это команда, которая выезжает в места, где произошли разные стихийные бедствия, вот, многие слышали про Гаити, вот, сейчас они работают в Западной Африке, где очаг вируса Эбола, вот, и они там рисуют карту и включают местное население в ее уточнение, вот, и для них они написали довольно подробную инструкцию по использованию OpenStreetMap, то есть, от начала картирования, там, от настройки редактора до продвинутых тем, вроде подготовки, там, как, персонализованных карт, вот, там, расширенного сбора данных, печати, там, всего такого. М-м-м, здорово. Слушай, а расскажи, вот, для начала, как, в принципе, вот, как, как появился OpenStreetMap, ты, наверное, знаешь немножко все-таки про историю, больше, там, лучше, чем я и окружающие, вот, как этот проект вообще зародился и, так сказать, как он дальше развивался немножко и где он сейчас находится. Ну, OpenStreetMap появился 9 августа 2004 года, это считается официальной датой. То есть, 10 лет как раз в этом году было, да? Да, мы в этом августе праздновали десятилетие, там было несколько десятков разных мероприятий по всему миру, включая у нас. Вот, OpenStreetMap родился в Великобритании, вот, в голове человека Стива Коста. И некоторых его знакомых. То есть, изначально это был очень маленький проект, больше посвящен тому, чтобы собирать треки, собранные велосипедистами. Вот, то есть, когда один человек собирает треки, то это просто такой несвязанный архив, то, что он выезжает в разные стороны. Если соберется, скажем, 10-20 человек, и они наложат себе свои GPS-треки на одну карту, ну, на одно пространство географическое, то эти треки сложатся в некое подобие карты. Вот, и, собственно, это наблюдение дало Стиву Косту мысль, что не обрисовать ли эти треки и не построить ли из них альтернативную карту. То есть, в то время свободных карт не было. То есть, не было там ни Яндекса, ни Гугли, ничего. Вот, единственным вариантом для тех, кто хотел карту, допустим, в книгу или в рекламу, или просто как картинку на сайте, было купить фрагмент карты у Orgham Survey. Это английский аналог нашего, наверное, роскартографии нашей. Ну, как бы у какого-то организации, которая владеет всеми, так сказать, географическими данными. Вот, и многие знают, что коммерческие карты, они не просто стоят денег, они очень баснословно дороги. Вот, там есть разные слои, каждый слой стоит никаких там тысяч фунтов. То есть, обычные люди, по сути, доступа к картам не имели для своих целей. Вот, поэтому мыслью Стива было сделать не просто карту по этим трекам, а сделать карту, которую может рисовать и использовать каждый. То есть, мы часто объясняем OpenStreetMap как Википедию, но про карты. Принцип абсолютно тот же. Вот, что каждый может прийти рисовать, и каждый может прийти, и как Википедия, цитировать, или сослаться, или вставить на свой сайт совершенно бесплатно. Вот, и, собственно, поначалу это, конечно, выглядело смешно, потому что, когда несколько десятков человек рисуют карту мира, результат получается несерьезным. Вот, но проект постоянно рос. То есть, в 2006 году у нас написали большинство наших инструментов, которыми мы пользуемся до сих пор. До сих пор. Это редактор Джоссом, это наш рендерер, мапник. В нем чуть попозже. Вот, и огромное количество инструментов. Вокруг этого массива набора данных карты. Вот, и тогда примерно карта начала расти в Западной Европе и в Англии. Вот, а до России она дошла в 2009 году. То есть, какие-то научные сотрудники, то ли из Петербурга, то ли из Хельсинки, которые переехали из Петербурга, начали, собственно, дороги Питера рисовать. То есть, Питер, в принципе, был, так сказать, первой точкой, на картах ОСМ из России. Ну да. То есть, на десятилетие там кто-то подготовил карту в сравнении OpenStreetMap 2007 года и нынешнего. Вот, и от России там была, по сути, сеть основных дорог Петербурга и два шоссе М10 в сторону Москвы до самого центра и в сторону Пскова шоссе. Собственно, это была вся Россия. От Москвы там была такая точка с названием города. Ну, а сейчас, конечно, я так понимаю, все уже охвачено. Россия, ну, много городов, судя по карте. Сейчас Россия, да, одна из передовых стран на OpenStreetMap, потому что у нас почти что нет альтернатив таким картам. Официальные карты очень медленно и редко обновляются, особенно за пределами Петербурга и Москвы. Вот, поэтому OpenStreetMap растет. Хорошо. А вот рост тоже, как бы, да, с годами, то есть, ну, вот, количество людей в приходящих проектах все больше и больше и больше с каждым годом, да? То есть, как бы, рост прям активный очень. Ну, да. То есть, как я уже сказал, в мере роста основного OpenStreetMap примерно 2006 в России примерно с 2009. И этот рост, он как-то колеблется между линейным и экспоненциальным. Вот, то есть, очень сложно парализировать все графики, вот, но похоже, что все-таки линейный. Вот, то есть, на сегодня в России карту хоть раз в жизни поредактировали примерно на 23 тысячи человек. Вот, в мире там порядка 350 тысяч. Вот, и у нас, разумеется, есть статистика по разным аспектам. То есть, в день примерно там 180 человек что-то правит на карте. Вот, это кажется, конечно, мало, вот, но нужно понимать, что у нас очень хорошие инструменты, которые позволяют очень много всего добавлять. Вот, то есть, один человек там может легко за день нарисовать одну-две деревни. Вот, поэтому 180 человек – это немало. Но мы, конечно, работаем над тем, чтобы о нас узнали и к нам присоединились как можно больше людей. Ну, понятно, здорово. Слушай, а вот какие, в принципе, страны в мире, так сказать, вообще на передовой, ты говорил, что Россия вот одна из таких активно развивающихся и вносящих правки, а какие-то еще вот, ну, там, не рейтинг, ну, так сказать, какие еще страны активны очень в этом направлении? Ну, притчей в языцах у нас является Германия. Там самые активные картографы. То есть, опять же, если открыть статистику по странам, вот, то в Германии только за вчера карту порисовали 600 человек. Это, ну, как, это вдвое больше, чем следующие за ними. Соединенные Штаты и Франция. Вот, и в Германии OpenStreetMap, он действительно очень популярен. То есть, его не только используют люди, которые в поездке и за навигаторах, его легко встретить, например, в новостной передаче по телевизору или в местном детективном сериале. Вот, на сайтах, на официальных сайтах городов он практически сплошь. Вот, в разных туристических брошюрах он есть. Ну, понятно, поскольку данные открыты, ну, то есть, мы, можно, ну, лицензия позволяет там всем и коммерчески, и некоммерчески использовать, я так понимаю, без проблем у себя, правильно? Да, ну, вопрос в том, почему в Германии он так развит, хотя, в общем-то, их ситуация не особо отличается от ситуации других стран. Вот, и дело в том, что в Германии картографические компании, они серьезно преследуют за нарушение своих прав. То есть, представьте, что было бы, если бы в России Яндекс начал подавать иск каждому, кто неправильно использует его карту. Это бы было тысячи исков в день, потому что нам все очень плохо с этим. Вот оно как. В Германии закон суров, поэтому там все переходят на OpenStreetMap. Остальные это еще пока что идет. Слушай, ну, а вот в связи с этим, соответственно, закономерный вопрос, а вносят ли вот эти самые какие-то разные компании вклад, в том числе и в развитие? То есть, не только там простые какие-то там редакторы, вот именно энтузиасты, а именно на какой-то, я уже не знаю, там, ну, постоянной основе или как-то вот, ну, то есть, компании, которые реально используют у себя там ОСМ, они сами правят вот для общества, вносят вклад какой-то? Есть какая-то такая вот связь там, статистика, не знаю, понимание этого? Ну, полезные для нас компании делятся на два класса. Первый – это просто очень известные компании, которые начали использовать OpenStreetMap. Например, я думаю, многие слышали про ВКонтакте. Вот, когда они перешли на OpenStreetMap, о нас услышали многие. Вот, то есть, часто у них основная карта. Вот, также компании типа Foursquare, Flickr, Evernote тот же. Вот, всякие американские компании, газеты типа New York Times, Washington Post, все они сидят на OpenStreetMap, и все они популяризуют наш проект, привлекают больше участников, чисто фактом тем, что они пользуются. Второй класс – это компании, которые посвящают время разработки новых вещей для OpenStreetMap. Вот, их не очень много, но, в принципе, большинство участников наших их знают. То есть, это самая большая – это MapBox. Это, собственно, та компания, которая ВКонтакту подарила OpenStreetMap. То есть, она мало того, что его поляризует тем, что продвигает в разные большие компании, но она создает как-то стек инструментов. Вот, там очень хорошие программисты работают. Они сами находятся в Сан-Франциско, а это, по сути, очаг программистского движения в Америке. Ну да. Вот. Ну и они, собственно, все крутые штуки, что рано или поздно попадают в новости, в последнее время пишут они. То есть, они сделали новый красивый редактор карты прошлой весной. Вот, они сделали векторные тайлы. То есть, если кто увидел новый интерфейс Google карт, вот, то там, допустим, когда меняешь масштаб, карта не подгружается квадратиками, а она очень плавно масштабируется, без потери детализации. Вот такое космическое ощущение, потому что такого больше никто не делал. Вот. Ну, теперь примерно такое же, только еще вдвое круче есть в OpenStreetMap. Потому что у нас можно не только сделать векторную карту и встроить ее в любой сайт. Вот. Но ее можно, скажем, динамически там стилизовать. Вот. Там можно самостоятельно собрать из разных слоев, и там вообще совершенно космос. Они опередили, как бы, реальность на пару лет. Вот. То есть, вот такая компания из крутых программистов. И есть другие, которые занимаются более... как низковыми вещами. Типа ускорением наших инструментов загрузки карты в базу данных. Там подготовка СДК для использования на мобильных устройствах. Вот, скажем, OpenStreetMap был первой картой на очках Google Glass. Потому что в Эстонии есть компания Multitec, которая делает, занимается СДК для наших карт на Android. И вот они в качестве эксперимента сделали СДК для карт на Google Glass. Слушай, круто. Слушай, а расскажи, вот ты говоришь, там, ну, компании встраивают себя, просто хочется немножко поподробнее узнать, как вообще все... То есть они, карты, ну, карта, так сказать, в целом, это, во-первых, данные, которые где-то лежат там в базе данных, плюс некий там, ну, движок, который умеет их, соответственно, на ходу получать и отдавать клиенту, плюс СНСДК уже там какой-то клиентской стороны, которая что-то делает, как-то там показывает, рендерит и взаимодействует. Я правильно понимаю? Ну, так в целом. Ну, примерно. Тут, понятно, все сложно. Да, я понимаю, что все непросто, но тем не менее, то есть именно мой вопрос там, ну, такой первый издалека, это данные все всегда централизованно хранятся на серверах OSM. Либо же, когда вот компании интегрируют, они себе забирают данные, у себя как-то это настраивают. Или вот как это устроено? Ну, тут есть множество вариантов. То есть OpenStreetMap для потребителей, это один большой массив данных, там, 25-40 гигабайт, который лежит на центральном сервере OpenStreetMap. Разумеется, что если каждый, чтобы использовать OpenStreetMap, будет его качать, это будет безумство. Ну, конечно. Поэтому у нас есть различные технологии, чтобы, во-первых, установить этот набор данных у себя, либо весь, либо какую-то вырезку. Например, одну Москву. Или там только Россию. Вот. И потом обновлять вплоть до ежеминутного одного линия. Здорово. Вот это что касается данных. А что касается SDK, у нас нету централизованного SDK, как в Гугле или Яндексе. Но поскольку данный интерфейс открыт, вот у библиотек у нас десятки. То есть только под Android, по-моему, у нас 3 или 4 библиотеки. Ну, то есть под разные языки, под разные платформы есть уже какие-то, так сказать, опять-таки OpenStreetMap решения для взаимодействия с данными, чтобы их как-то там отображать и что-то с ними дальше делать. Ну, именно так. То есть если есть какая-то задача, то почти наверняка можно найти как минимум два инструмента, чтобы ее сделать. И выбрать тот, который больше нравится. Здорово, здорово. Слушай, расскажи, вот, так сказать, база данных, где у вас все это лежит. Но так интересно тоже внутренности узнать поподробнее. Ну, все серверы OpenStreetMap находятся в Лондоне в двух дата-центрах. Причем они предоставлены, дата-центры предоставлены бесплатно и поддерживаются силами админов-добровольцев. То есть, по сути, тоже бесплатно. Единственное, за что мы платим, это за покупку серверов. И все деньги идут, по сути, с пожертвований. То есть, несмотря на большой размер нашей организации, денег у нас не очень много и почти все это на серверах. Значит, серверы хранятся, да, в Лондоне. Вот их довольно много, там три, что ли, десятка. Все друг друга дублируют. То есть, у нас есть два сервера базы данных, три сервера фронтенда, openseretMap.org, и так далее, и так далее. Плюс непосредственно генерация картины карты, так называемых тайлов, она с некоторых пор распределенная. То есть, центральный сервер, опять же, в Лондоне, и он рассылает картинки на серверы по всей планете. То есть, у нас примерно 10 или 15 есть кэширующих Tile2DN. Один из них находится в Москве. То есть, Яндекс предоставил нам сервер, который раздает картинки карты посетителям из России. Здорово, здорово. Инфраструктура, в принципе, зародилась в месяц с OpenStreetMap, в районе 2006 года, и с тех пор медленно наращивалась. То есть, основной сайт у нас на Ruby on Rails, и к нему разные припарки на C++ в основном и в прочих языках. Как все устроено, можно вкратце рассказать. Да, конечно, давай. То есть, суть в том, что большинство пользователей в качестве карты представляют себе вот эти вот картинки, которые выдаются им на сайте. И, в принципе, Google и Яндекс, они не предусматривают другого отношения к картам. У нас же карты, по сути, нет. У нас есть геоданные. Тот самый большой массив. Чтобы преобразовать их в картинку, есть уже, в принципе, устоявшийся процесс. То есть, сначала все эти данные загружаются в базу данных. Это, получается, очень большая база. То есть, если загрузить всю планету, это понадобится примерно 500-600 гигабайт. Прилично, да. Да. Затем при запросе очередного куска карты запрос, ну, там, разумеется, кэшируется, идет по всяким трубам. Ну, это понятно, да. Да. Приходит к рендереру. Это программа, которая превращает данные в картинку. Вот мы используем мапник. Это отдельный проект, который, в принципе, делался для OpenStreetMap, но не завязан на него. То есть, его помощью делают картинки, допустим, из других наборов данных, типа National Geographic. Угу. Вот. Этот рендерер, у него есть как слоган, что мы делаем самые красивые карты. И, в принципе, это правда, потому что это довольно продвинутый рендерер с упором на хорошее отрисовывание шрифтов, там, на анти-алисинг и все такое. Угу. Вот. И, собственно, именно он почти везде, не только на USM-Work, но и в других компаниях, занимается отрисовкой тайлов нашей карты. Вот. И дальше эти тайлы кэшируются и рассылаются по тайл-CDN и приходят пользователям. Угу. Вот. Ну и у пользователей там уже в зависимости от SDK там может происходить еще там более крутые вещи. Там наложение разного векторных, раз тоже картинок поверх, там взаимодействие и все такое. Понятно. Соответственно, при рендеринге тоже можно все настроить, там, какие слои, как что, да. То есть вот это же все тоже, это, конечно, нужно настраиваться. У вас же все данные, ну, явно не в одном, ну, как обычно в любой GIS-системе, да, лежат в разных слоях. Там, дороги в одной, там, реки в другом. Ты не поверишь, но у нас все в одной куче. А вот даже так? То есть у нас нет слоев, у нас реально один большой комок такой хаотичных данных. И, разумеется, чтобы из него сделать карту, его нужно разложить на слои, и существует много способов это сделать. Ну, собственно, загрузка данных в базу, в базу данных, это и есть некая такая предобработка, которая превращает данные, делает данные более упорядочными. А дальше в дело вступает так называемый карта стиль, то есть файл правил, который указывает, что, в какой посредственности и как рисовать. То есть он пишет, скажем, что дороги должны рисоваться поверх рек, потому что дома должны таким-то цветом, какие значки там, каким магазином, все такое. Вот и, собственно, мапник на этом работает. Понятно. Слушай, а расскажи еще, вот как у вас с точки зрения атрибутивной информации, тоже интересно. То есть разные элементы на карте, да, там, могут обладать разными набором атрибутов. Соответственно, это как-то все тоже динамически, как куда-то все хранится и потом отображается. Я так понимаю, у вас же тоже есть как бы атрибуты разные, там, при клике на карте можно там получить подробную информацию, которая хранится у вас именно в базе данных. Есть же у вас такое, да, тоже? Честно говоря, такого нет. Есть pull request на наш сайт, который лежит уже несколько месяцев и, судя по всему, в ближайшие месяцы его смержат. Вот там действительно можно будет кликнуть на карту и получить информацию о всех объектах рядом. Что касается атрибутивной информации, у нас очень вольная модель. То есть в отличие от обычных геоинформационных систем, где жестко задано список атрибутов, у нас, по сути, есть теги, то есть ключ равнозначения. И на любой объект, на любую точку, линию, замкнутую область можно навесить любое количество этих тегов. Ну, понятно. А вот, слушай, а кто-то как бы пытается, по крайней мере, следить за вот качеством этих... Ну, то есть, когда можно навесить любой тег, да, ты же понимаешь, один может написать там город, второй город, ну, я не знаю, молоко, молоко, ну, то есть через разные вот... И получится как бы какая-то каша. Кто-то пытается вот это как-то все приводить к какому-то единому виду, там, стилю, там, согласовывать справочники, или это вот настолько, что вообще вот кто как написал, так оно и есть? Ну, это на самом деле два вопроса. Первый – это классификация этих самых тегов. То есть, как кто-то вообще узнает, каким тегом обозначается дорога. Вот. Для этого наш центральный источник это вики. Вот. Вики OpenStreetMap хранится одна огромнейшая страница MapFetures, элементы карты, на которой перечислены все, ну, большинство основных тегов. То есть, там и дороги, и постройки, и виды магазинов, и там всякие барьеры. Ну, вообще все. Угу. Вот. Разумеется, этот список не полон. Каждый день там изобретаются какие-то новые теги. Вот. У нас есть почтовая рассылка, где все это обсуждается. Угу. Вот. Есть статистика по тегам TagInfo OpenStreetMap.org сайт. Там можно посмотреть наиболее используемые теги и комбинации. Вот. Но основная польза этого сайта это именно в комбинациях. То есть, можно посмотреть, какие атрибуты для дорог чаще всего указывают. Там вещи, типа названия, там ширины, покрытия. Ну, то есть, когда человек хочет нести, он, в принципе, может туда залезть и, как бы, я хочу там сделать дорогу. А что обычно для дорог указывают? А для них указывают вот это, вот это, вот это. И он, как бы, опираясь на это, в общем-то, ну, если он, так сказать, нормально к этому подходит, то тоже сделает, в общем-то, не хуже. То есть, вот такая идеология. Ну, да, примерно так. Но для часто встречающихся элементов, те же дорог, лучше всего читать вики, потому что там все написано более литературным языком и даже по-русски. Вот, а вторая часть, это, кто проверяет правильность данных. То есть, человек, разумеется, может там вести, что какой-то дороге там 16 полос, это будет неправда. да, это вот тоже у меня такой большой вопрос, который долго созревал. Это, так сказать, поскольку вносить правки могут разные люди, то если это просто вот так свободно пускать, да, то понятное дело, что там будет очень много мусора, разных там неприличностей и прочих неточностей. То есть, как у вас, вот расскажи поподробнее, как у вас в принципе устроен вот этот весь процесс вот внесения правки, то есть, есть какие-то там рецензии на это, как вот происходит взаимодействие до того момента, когда просто правка там любого человека попадает именно вот в основную, там не знаю, базу данных или в основное хранилище, да, и уже доступно всем и как бы считается проверенной информацией, вот как это устроено. Ну, как я сказал, в области непонятники привилегированных участников, то есть, у нас нету никакой пре- и постмодерации. Вот, то есть, как и в Википедии, если что-то отредактировал, загрузил, то все, оно появилось у всех миллионов пользователей. Вот, но у нас, разумеется, есть инструменты для проверки, так называемые валидаторы. Вот, их у нас очень-очень много, особенно в России, потому что русские очень любят порядок, как ни странно звучит эта фраза. Да, действительно, удивительно, но хорошо, это так, но в сравнении, скажем, с немцами, у нас на карте порядка значительно больше, что, конечно, удивляет, но с другой стороны и радует, что не все пропало. Да, конечно. Вот, то есть, у нас проверяется все, начиная от связанности дорожной сети, то есть, ну, да, что дорога, скажем, в Москву и Владивосток должна идти по центральной, ну, основной дорожной сети, авторстепенно и ведутся к всяким деревням. Вот, также у нас проверяется, ну, скажем, правильность названий банков. То есть, у нас есть валидатор, который разные сетевые заведения, там, всякие супермаркеты сетевые, банки, он проверяет, что все теги заполнены однообразно и правильно. Вот, у нас проверяются, ну, разные геометрические штуки, что, скажем, озера нарисованы с замкнутыми линиями, там, что дороги правильно соединены, ну, и вот всякие, что нет самопересечений, вот это, разумеется. Угу. Вот, в принципе, любой аспект, что реки правильно втекают друг в друга, там, что деревни, города и прочее присутствуют в соответствующих классификаторах. То есть, у нас в России есть классификаторы административно-территурального деления и населенных пунктов, вот, и у нас есть аж два валидатора, которые сравнивают эти классификаторы с данными по стритмэпу. И, соответственно, пишут, какой процент деревень в России уже нарисован. Понятно. Это происходит вот при, именно, так сказать, внесении правки каждый раз или просто там как-то по расписанию там периодически? Нет, по расписанию чаще всего ежедневно по утрам. То есть, по крайней мере, в России основной источник выгрузок данных у нас это проект Gislab, вот, где каждое утро примерно в 6-8 утра публикуется очередная выгрузка нашей страны и всех ее регионов. Угу. Вот, и многие валидаторы, соответственно, качают эту выгрузку и уже по-своему обрабатывают и выдают результат. Понятно. Ну, ладно, хорошо. Ну, вот, значит, человек внес что-то там, а вдруг он что-то накосячил. Это, соответственно, все увидели, да, что происходит дальше. Ну, это зависит от того, кто это заметил. То есть, опять же, накосячить можно по-разному, можно специально, можно случайно. Ну, да, безусловно. Давай рассмотрим оба случая, очень интересно. Да, но если это кто-то заметил, если еще хуже это казалось систематически, то, в принципе, и нет. Самое первое действие, которое нужно сделать, это написать человеку в личную почту. спросить, что он такое делает, потому что вполне вероятно, что он новичок. Понятно, что каждый день десятки, а то и сотни новичков приходят в OpenStreetMap и начинают ломать наши данные. И самое важное их не спугнуть. То есть, когда я пришел в OpenStreetMap и начал в своем районе там править дороги, расставлять дома, на меня сразу набросился человек, который в проекте на три года дольше меня и который сходу спросил, что это ты делаешь, не могу это все вернуть назад и больше не трогать. Вот, именно благодаря этому человеку я потом примерно 6-9 месяцев не трогал регион, в котором живу, а редактировал соседний. Вот, то есть, сообщество у нас довольно злое, и вот мы стараемся исправиться, то есть, прежде чем ругать, нужно разобраться, что вообще произошло. Вот, дальше уже по обстоятельствам. Чаще всего можно просто руками поправить, то есть, если кто-то нарисовал вместо одной пятерочки 4, то лишнее можно удалить. Или там, если нарисовал перекресток, он забыл соединить между собой дороги. Вот, а если что-то сложное, например, человек случайно взял и удалил целый остров, то там есть специальные инструменты для отката правок, для мониторинга. Ну, у вас, понятное дело, тоже ведется история всех изменений, кто, когда, что, чтобы можно было всегда там откатиться, да, на шаг назад или там на нескольких шагов. Ну, разумеется, у нас каждый объект имеет версию, в том числе удаление, это тоже создание новой версии. Вот, и у нас правки объединяются в пакеты правок, то есть, человек у себя там редактирует, там загружает как бы не одно изменение, а сразу кучу. И, соответственно, сразу пакетом это можно откатить. Если правки прошло, да. Вот, ну и у нас, разумеется, есть инструменты слежения, то есть, один из сервисов называется Hudeed, он позволяет получить РСС-ленту, чтобы наблюдать за своим каким-то районом, то есть, я наблюдаю за парой городов и окрестностями своего дома в радиусе двух километров. Если кто-то что-то не так делает, вот, я могу с человеком поговорить и могу в принципе просто кто-то вносит правки вот в этих районах, ты это сразу в ленте, соответственно, получаешь, да, дальше ты уже просто можешь посмотреть, правильно, неправильно, там уже понять, что с этим делать. Да, именно так. Вот, ну, там, разумеется, есть другие способы, скажем, когда ошибок какого-то типа много, например, несоединенных дорог, то у нас придумывают способы облегчить исправление этих ошибок. У нас есть такой игроподобный валидатор, вот, заходишь на него и он тебе дает какую-то одну проблему, которую можно быстро поправить. Например, соединить дороги. Ты поправил, нажал следующую и еще что-то. И там ведется счет, вот, и как-то все весело, и задачи, как бы, задачи все очень простые, и так понемногу силами там десятков сотен человек, которые заходят на этот сайт, вот, проблемы по среднепи исправляются. Ну, здорово, такой некий соревновательный как бы элемент, да, который, в общем, всегда, ну, уже, наверное, на психологическом каком-то таком сознательном, подсознательном уровне заставляет, а вот соревноваться, и вот, а вот я еще одну поправлю, вот, у меня будет счет не 10, а 15, да, и тем самым народ какие-то вот такие маленькие ошибочки исправляет, но их, насколько я понимаю, всегда очень много, то есть, работы хватает, но тем не менее, вот, позволяет немножко исправлять какие-то мелочи, да? Ну, да, геймификация, она осечек почти не дает, конечно, потому что, когда у тебя есть награда мгновенная за какое-то небольшое действие, это затягивает. Скажем, эта система, она тестировалась на территории Соединенных Штатов, и сейчас там мелкие геометрические ошибок, по-моему, нет вообще. Ну, вот так вот. Понятно, и сейчас, соответственно, эта система работает уже везде, так сказать, для всего мира, то есть, для всех. Да, ее, кажется, открыли, ну, либо для всего мира, либо для большей ее части. Вот, то есть, это сейчас ее подхватили, по-моему, французы, у них есть собственный сайт тоже с большим количеством валидаторов, вот, и там как раз у них упор на мелкие ошибки, которые можно быстро поправить, и соответствующий способ сразу нажать кнопку и поправить. Вот, и они как-то объединили эту систему с вот этим вот игровым валидатором, который я писал, ты ее сейчас открыли, ну, как натравили на большой кусок данных, на западную Россию, на Европу, там, на часть Африки и так далее. Понятно. Ну, ты вот тоже упоминал, что ты там, ты писал как раз валидатор, расскажи немножко вот про всякие инструменты смежные, там, вот, что у вас есть, там, загрузчики, ну, и в частности, вот, какие инструменты ты писал, тоже интересно послушать, просто как бы такой именно программерский немножко опыт взаимодействия с этим миром. Ну, я себя считаю продвинутым пользователем, больше, чем программистом, поэтому подхожу с вопроса со стороны пользователя. То есть, наверное, два самых полезных инструмента, которые написал за последние годы, это скачивание картинок карты. То есть, если нужен, скажем, картинка своего района или какого-то там места, куда собираешься идти, обычно, как люди делают скриншот и распечатают его, но это уже совершенно не технологично. Ну, конечно. Поэтому я сделал штуку, чтобы там с печатным разрешением, там, 300 DPI векторном виде скачивать там нужный фрагмент карты, чтобы он там давлялся со временем. Вот, и есть подобная штука для выкачивания тайлов картинок карты тоже. Можно там по расписанию, большого куска карты. То есть, это, по сути, замена SaaS-планете, которую многие используют для склеивания картины карты. Только онлайн. Ты нажимаешь пару кнопок, заходишь через пару минут и скачиваешь готовую картинку. инструменты тоже, они где-то хостятся, соответственно, да, так сказать, животно. Да, ссылки на большинство вещей, которые написал, лежат на сайте osmz.ru, четыре буквы. Ну, мы еще потом в show notes добавим обязательно ссылочку, кому вдруг будет интересно. Там инструменты разного масштаба, то есть, скажем, прошлой осенью я три месяца без перерыва, если не больше, работал в дезинтеграции карт в разные форумы и блоги. То есть, я посещаю форум строительства в Петербурге, там несколько заинтересованных во всяких обновлениях мониторят все дороги, которые строятся в Петербурге или на области, всякие там строительства жилых домов, всякие развязки, вот, и обсуждают, там, собирают данные, вот, и с некоторых пор они узнали по OpenStreetMap и держат ее более-менее актуальный. То есть, в итоге получается, что карта Петербурга и области, она актуальнее всего остального, потому что люди, которые увлекаются дорожным строительством, чуть только узнают, что что-то изменилось, бегут в OpenStreetMap и исправляют это. Угу. Вот, то есть, все развязки у нас появляются первыми. Вот, и у меня было давнее желание иметь возможность в обсуждениях вставить кусок карты, вместо того, чтобы словами объяснять, там, что закрывается на ремонт, там, шоссе, там, М11 с 85-го по 96-е километра. Ну, да-да, это, конечно, неудобно. Удобнее какой-нибудь, там, короткий, там, а-ля сниппет такой, да, там, с условным каким-то указанием, и вот тебе уже кусочек уже сразу вставлен, отрендерен, и можно подвинуть там. Ну, как вот во всем мире сейчас уже вставляют всякие там, не знаю, Яндекс-карты, встраиваются, вот Google, нечто похожее, да, я правильно понимаю? Ну, да, именно так. То есть, сейчас на форуме есть кнопка, которая вставляет карту. Вот, но там основная задача была не столько в том, чтобы вставить интерактивную карту, сколько в том, чтобы в тексте сообщения она не сильно выделялась. Вот, то есть, там был разработан универсальный BB-код-язык для определения геометрических, географических вещей. Вот, и на его основе, а также на основе там большой JavaScript-библиотеки, которую я написал, вот, я уже писал несколько плагинов для разных форумных движков, для PHP-BB, для FoodForum, для FluxBB и так далее. Вот, и система-то позволяет в простейшем случае буквально пятью строчками в любой форум, в любой блок добавить функциональность интерактивных карт. А просто есть какие-то отдельные плагины, да, чтобы там просто некий произвольный, то есть, не как плагин для какого-то движка, стендалон, так сказать, решение для встраивания OSM к себе на сайт? Ну, это зависит от движков, потому что разных движков, разные способы встраивания, вот, и там различаются, то есть, в принципе, универсальных нет, есть популярные системы, то есть, под WordPress есть пара систем, чтобы встраивать карты, вот, есть один плагин под PHP, по PHP, вот, но он излишне сложный, мой взгляд, то есть, я как, я исповедую философию айфона, если что-то можно запретить пользователю настраивать, то пользователю незачем. Ну, понятно, чем меньше кнопок, тем лучше, логично. Вот, почему-то эту философию мало кто исповедует и в качестве плагинов делают какие-то огромные монстры, которые там отображают два десятка кнопок для всего, там, скачения трека, там, измерения расстояний, там, выбор подложек, вот, то есть, кажется, что это как бы важные вещи, но на деле, как бы, задача одна, чтобы показать, что вот отрезок дороги какой, вот, и как бы от этого идти, все лишние части отсекать, и получается, ну, собственно, у меня получился очень такой маленький по размеру плагин, то есть, обычные такие плагины, они могут вырасти там под полмегабайта, у меня там килобайт пятьдесят, наверное. Понятно. Слушай, ну, вот еще, знаешь, что хотел сказать про комьюнити, ты сказал, что, в принципе, у вас там все равны, но вот, так сказать, я там, когда немножко просматривал твой блог, там, есть у вас там всякие коалиции, как называется, выборы там куда-то были, совет, вот, как вот это, то есть, некий же все равно руководящий состав какой-то есть, руководящий орган, который какие-то разруливает концептуальные, ну, там, не знаю, более такие глобальные вопросы развития, еще что-то. Ну, этот вопрос, это, по сути, перефразированный, что у нас в Лондоне есть сервера, а кто вообще заведует этими серверами. Ну, хорошо, может быть и так. Да, ими заведует центральная наша, скажем так, организация OpenStreetMap Foundation, фонд OpenStreetMap. Вот, это довольно открытая организация, в нее может записаться каждый, в том числе, я, да, записан. Вот, и, она, по сути, ничего своим членам не дает. То есть, просто такой знак, что поддерживает OpenStreetMap, плюс членские взносы, которые, в том числе, идут на серверы. И большая, сколько там сейчас участников у ней? Сейчас там 500 человек по всему миру. Это очень мало, то есть, в России там человек и 4, по-моему. Но, как раз это следует из того, что непонятно, что она дает своим участникам, и я предполагаю, что в следующем году или в ближайшие два года это все прояснится, и там будет много плюшек, и организация серьезно вырастет. Сейчас такой поворотный момент, да. Вот. И, собственно, внутри СМФ есть рабочая группа. это такие компании из активных людей, участников проекта, не обязательно из Лондона, чаще всего они общаются через интернет, которые занимаются разными классами задач. Рабочая группа примерно около 8, среди них есть Data Working Group, рабочая группа по данным, она занимается отслеживанием вандализма, у нее есть право банить, и она помогает разрубить приграничные конфликты. Из недавних, например, серьезный вопрос, чей Крым? Вот, я не стану на нее отвечать. Ну да, не будем, конечно, оставивать. Сержами занимается Operations Working Group, это, по сути, админы. Почти все они находятся в Лондоне, и доступны 24 часа. Даже если ночь там когда центр залило, у нас один раз такое было, даже на выходные они идут, они ломятся в двери, институт, который работает на центре, выходные закрыт, вот, ну, в общем, такие вот инициативные администраторы в отдельной рабочей группе. И другие группы занимаются лицензиями, стратегическим развитием, написанием разных пресс-релизов, что там, ну, и подобными вещами. Вот так координируют все эти рабочие группы. Наш центральный орган – это Совет УСМФ. Вот он состоит из семи участников, которые занимаются вопросами членства в организации, финансированием и координацией групп, ну, и стратегическим планированием, то есть видением того, чем обстрелить будет через пять лет. Вот. И раз в год происходят выборы в этот Совет, где два-три человека заменяются на новые. Вот эти выборы обычно приурочены к нашей ежегодной конференции State of the Map, которая каждый год проходит в разных странах, то есть в этом году она в Буэнос-Айресе, по-моему, в Аргентине, вот в прошлом была в Бирмингеме, в Англии, вот, ну, также там в Америке, в Японии, ну, и в других странах. Понятно. Вот. И, собственно, вот во время конференции происходит финальное почтное голосование, вот, и вечером в эту следующую субботу, или уже в эту, да, она будет на этой неделе, в эту субботу уже определится состав новых участников Совета по Стритмэку. Вот как, ясно. Ну, ладно, из России, там, я понимаю, нету никого, да, вот в этом Совете пока что? Ну, как я уже сказал, во всем СМФ всего человек 4. Ну, понятно. Вот, в Совете один человек когда-то работал в рабочей группе по стратегическому планированию, то есть думал, что нам нужно такое в будущем сделать. вот это Евгений Усвицкий, он наиболее активен в команде гуманитарной коротопомощи, это вот те самые, которые ездят в разные точки стихийных бедствий. вот, но сейчас он особо нигде не светится. Раньше он ездил по конференциям, рассказывал, что такое OpenStreetMap, вот сейчас, видимо, его место я занял. Вот я думал баллотироваться в этом году, вот, но как что, собственно, написано, там какие-то очень сложные политические интриги, и я занял сторону тех, кто считает, что нужно не баллотироваться, а разогнать его совет целиком и набрать его с нуля. Вот, так что с большой вероятностью весной будет перенабор его совета и в нем уже я поучаствую. Понятно, ну, я тебе в этом вопросе желаю удачи. Спасибо. Здорово, вот это мы, так сказать, рассказал ты про человеческие такое, как у вас все это устроено, а скажи, вот ты говоришь, там есть некие группы по стратегическому планированию, хорошо, но оно занимается каким-то, какой функционал там нужен, OpenStreetMap, да, я так понимаю, то есть какие-то такие вещи, но в итоге-то писать все программистам надо, правильно, соответственно, я так, у вас все компоненты, ну, собственно, OpenSource, где-то доступны на каких-то там, не знаю, GitHub'ах и прочих таких ресурсах, да, но, естественно, опять-таки, вот у самых главных там каких-то движков, тоже есть какие-то мейнтейнеры, которые там принимают, не принимают, как они там взаимодействуют с этим вот советом, то есть как вот здесь построено взаимодействие. Ну, прежде всего, у SMF нет платных сотрудников, то есть все программисты добровольцы, и стратегическое планирование может быть сколь угодно широким, но пока программист не захочет, он ничего не пишет. Вот я к этому веду-то, то есть как, то есть группа, она что-то планирует, а вот давайте там сделаем то, давайте там пятое, десятое, а кто и когда же это будет делать? Или это просто фиксируется, что вот было бы неплохо сделать вот это, да, дальше вот? Ну, примерно так. Знаешь, как главный принцип опенсорса, хочешь что-то, напиши. Ну, да, да, хочешь что-то, напиши сам. Это, конечно, очень большая проблема, потому что, да, у нас много добровольных программистов, которые действительно все в опенсорсе публикуют и развивают технологии. Один из ключевых, например, элементов, это наш механизм поиска, номинатием. Вот он поддерживается одним человеком, девушкой, вот, и развивается буквально каждую неделю. Даже девушка вообще на чем он написан, что это в двух словах? По-моему, он на сях написан. Я точно не вникал. Вот, у нас не обязательно вникать в подробностях что-то использовать, то есть, всегда можно набрать make-инсталл и пользоваться. Ну, это понятно, да, но просто интересно. Вот, собственно, сервис, который обрабатывает запросы из поисковой строки на OpenStreamMail.org. То есть, если туда ведешь, там Тверская 18, он найдет этот дом и покажет. Ну, да, как называется, геокодирование, как тот этот механизм, когда текстовая там запись превращает в какое-то понимание, что это там, ты искал дом или там не дом, там театр, не театр. то есть, да, именно так. То есть, можно адрес, можно какие-то объекты типа кафе там или театра, можно какие-то административные единицы, например, Россия, вот, все это. И там же есть обратное геокодирование, то есть, из координаточки получить ее адрес. Ну, да, да. Вот, да, это довольно сложная система, учитывая сложность нашей модели данных. Вот, но это одна из лучших. То есть, она поддерживается абсолютно добровольно, там не было никаких вливаний денег никогда. Вот, и разумеется, поскольку, как я уже сказал, на любую задачу у нас есть несколько инструментов, то этих геокодеров у нас очень много. Скажем, на сайте openstreetmap.ru используется наш отечественный геокодер, который знает про специфику наших сокращений. То есть, проспект можно сократить четырмярные. Строение вот это, да, вот, стр, там, спект, там, вот эти все штуки. Здорово. Плюс там можно, проспект и проезд можно одинаково сократить, например, вот, ну, и он во всем этом более-менее разбирается. А также в угловых домах, которые через дробь пишутся в некоторых городах, вот, и подобных вещах. Вот, и, разумеется, это весь открытый IP, то есть, не обязательно с сайта делать запрос, можно там геокодировать, если тихонько. Вот, массивы там из ста тысяч, из ста или тысяч записей. Понятно. Ну, то есть, по обычному там, может, и ДП, условно говоря, можно там со стороны обращаться, да, и без... Ну, да, то есть, самый, наверное, политически громкий проект, для которого мы это использовали, это геокодирование адресов избирательных комиссий. То есть, есть такой проект УИК-ГЕО, вот, который посвящен расстановки избирательных комиссий на карте по всей России, во всех регионах, вот, и на выборах его можно использовать, чтобы отображать там статистику. Ну, там, много применений. Помните, когда были выборы там в одиннадцатых годах, когда, по сути, широкая общественность впервые столкнулась с тем, что нас, как говорится, накручивают, и очень такие наглядные карты как раз строили на основе этих данных, геокодированных через OpenStreetMap Pro. Здорово, здорово. Вот, а так, ну, поскольку добровольные программисты могут посвящать не очень большое количество времени разработке для OpenStreetMap, то в последнее время ключевые элементы развиваются коммерческими компаниями. Тем же Mapbox, который написал новый редактор нам, вот, или MapQuest, который разрабатывает, ну, помогает в разработке инструмента для загрузки данных в базу данных. Ну, вот, я к тому, опять-таки, возвращаюсь к вопросу, что компании, в общем-то, которые используют и продвигают, как-то они, собственно, вносят вот даже такой вклад именно на уровне кода, так сказать, разработок. Да, ну, опять же, как я писал в своем воззвании к SMF несколько недель назад, компании, которые используют данные и разрабатывают для нас софт, они разрабатывают программы, по сути, для себя, для своих задач, то есть, для использования наших данных для чего-то. Это роутинг, это геокодинг, это какое-то более быстро, эффективное отображение данных, но при этом картографы, те, кто рисует карту, они остаются с теми же самыми инструментами, которые зародились там восемь лет назад и как-то качественно не менялись. Ну, понятно, да, что им-то в общем, с точки зрения бизнеса как бы вполне понятно их поведение, но как бы все-таки надеюсь, что кто-то как-то поймет, что это тоже опосредованно повлияет на качество и на наполнение данных, то есть, упрощение именно взаимодействия и введение, так сказать, регистрации новых данных, что старыми инструментами тоже достаточно тяжело делать и трудоемко. Ну да, ну по сути эта задача может быть решена либо через гранты, ну гранты сложно получать, либо через рост структуры СМФ, то есть, смотреть на Википедию, как у них там Вики-Медиа фундейшн уже большой собирает, оперирует миллионами долларов, вот так и нам расширяться, нанимать платных сотрудников, платных программистов, которые будут делать жизнь проще именно для картографов. Ну да, на постоянной основе как бы заниматься разработкой необходимых, а не просто того, чего хочется, скажем так, душе. Именно так, кто-то должен выгребать на вас. Ну да. Ладно, здорово, про это поговорили, вот опять-таки возвращаясь по рассмотру твоего блога, еще натыкался на всякие штуки типа панорамы, которые там тоже у вас делаются, какие-то еще смежные, ну то есть OpenStreetMap это именно непосредственно данные, именно геоданные, какая-то вот их отображение привычной там ГИС нам системы, но вот всякие панорамы, StreetView, вот про это можешь немножко рассказать тоже, как это к вам, какое имеет отношение и как оно взаимодействует. Панорамы проходят у нас больше по части источников, то есть поскольку у нас проект открытый, на открытой лицензии, вот, то к источникам у нас очень трепетные отношения, они должны позволять буквально все, в том числе коммерческое использование. Вот, поэтому мы не можем, например, перерисовывать с обычных карт, никаких там углов Яндексов, никакого генштаба, только по сути то, что видел своими глазами. Вот, ну и те источники, которые разрешили явно свое использование в OpenStreetMap. Это, например, Microsoft, который разрешил обрисовывать спутниковые снимки Bing. Это наш самый основной источник. Вот, то есть, ну, помимо них также Mapbox договорился с компанией Digital Globe, это, по сути, монополист на рынке спутниковых снимков, вот, и предоставляет там другой массив спутниковых снимков в дополнение к Bing. что касается снимков. Дальше есть панорамы. Насчет панорам непонятно, можно их обрисовывать или нет, потому что, в принципе, права на них принадлежат коммерческим компаниям. Например, в Яндексе как бы непонятно. С одной стороны, понятно, что сами фотографии брать нельзя, они под копирайтом и сложно. Но, с другой стороны, факт того, что на фотографии запечатлено там четырехэтажное здание, он авторским правом не охраняется, потому что это просто де-факт. Ну да, да, да. Вот, то есть, если ты скажешь, что на Монолизе нарисована девушка, на картине Монолиза, то тебя за эту тюрьму не посадят, даже если ты это свое изречение будешь продавать. Вот, поэтому теоретически панорамы использовать можно, но на практике мы стараемся получать подтверждение, даже если оно не сильно обязательно. Вот, то есть, три года назад я позвонил в Яндекс и спросил, нельзя ли по вашим панорамам рисовать карту, и они ответили положительно. Вот, с Гуглом ситуация обратная, там говорят, что лучше не надо, поэтому Google Street View использовать нельзя. Вот, а компания Mapillary, про которую было написано что сми, они решили сделать так называемые народные панорамы, это когда вместо специальных машин от компании, которые едят, они собирают фотографии, панорамы и видеоролики от обычных пользователей. То есть, любой может поставить на свой смартфон программу Mapillary, я так понимаю, у них поддерживается Android, iOS и, возможно, Windows Phone, вот, пойти и делать геопривязанные фотографии, потом подправлять их на сервере, на сервер, вот, и в течение минут в базе будет появляться уже трек вместе с привязанными фотографиями, которые соединены с друг другом и по ним можно ходить по сути точно так же, как в Google или Яндексе. Вот, довольно впечатляюще выглядит и особенно впечатляет, что все это делается своими руками, ну, собственно, как в OpenSuite Map, то есть не то, что ты ждешь, как кто-то что-то снимет, а ты сам являешься творцом данных. Да, вешаешь на лоб GoPro камеру, садишься на велосипед и добавляешь лесные тропинки или квартал своего района. Просто катаешься на велосипеде. Ну, примерно так, да. Ну, это здорово, здорово. Вот, и вот они явно разрешают использовать в OpenSuite Map как свои снимки, так и треки. Новость заключалась в этом. Понятно, понятно. Ну, а вот всякие, какие-то еще такие вот смежные, может быть, проекты, которые что-то такое сделали инновационное, ну, я не знаю, вот там, вики-мапе вот когда-то появилась, она, кстати, имеет какое-то отношение к OpenStreetMap, нет? Я боюсь, что нет. Нет, понятно. Это очень странный проект, это, по сути, проект подписывания Google снимков. То есть, как они в начале были, что рисуешь прямоугольник, подписываешь, что там находится. По сути, в этом вся суть. То есть, дальше у них там появились другие геометристические фигуры, можно дороги подписывать, но как бы принцип остался тем же. Вот это не карта, в прямом смысле слова, это просто подписи. Понятно, понятно. А так, изоляционно, но помимо векторных карт, есть еще трехмерные карты. Поскольку ОСМ единственный предоставляет исходные географические данные, то он позволяет, например, показать карту в трехмерном виде. То есть, использовать не только цифровую модель, рельефы, чтобы приподнять горы, там, опустить озера, но и правильно нарисовать, скажем, те же домики, для которых в большом количестве мест на планете указана не только этажность. Ну, это вот еще какая-то, да, то есть. Ну, вот Яндекс хвалился этажности, а у нас модель еще более сложная. То есть, можно цвет указать, фасада, тип крыши, там, разные пристройки. Вот, и, в общем, из этого можно получать довольно впечатляющее строение. То есть, скажем, в Москве Кремль очень детально нарисованный собор Василия Блаженного. Ну, и, разумеется, останутся из Косили Башни. Вот, есть несколько проектов, которые показывают трехмерную карту. Самый известный из них это F4 Map, который сделан французскими игровыми разработчиками. Вот, они решили применить свои знания на пользу СМу и сделали такой демонстрационный OpenGL, WebGL-сайт, на котором не только трехмерные домики, но там можно рассматривать и находить разные мелочи постоянно. Там фонтаны работают, по рекам плавают корабли, там он получает прогноз погоды сервера и, соответственно, рисует там, где нужно дождь, где нужны облака. Слушай, ну, вот это вообще круто, надо будет обязательно зайти посмотреть. На стройках там краны работают, в парках деревья высажены, там, ну, очень такой увлекательный сайт. Слушай, здорово, надо будет обязательно зайти и посмотреть. Вот, ладно, ну, немножко последнее еще осталось, я думаю, обсудить так, планомерно мы от истории, да, вот, какие же, так сказать, ближайшие и вообще там, какие-то дальнейшие там планы, перспективы развития проекта, может быть, ты что-то знаешь, или как ты сам считаешь, куда стоит развиваться ОСМ, что будет в ближайшем будущем? Ну, самый главный план не меняется с самого начала, это больше людей, больше данных. Ну, да, это понятно, что это непрерывно, чтобы покрыть все, но вот какие-то такие, все-таки, может быть, векторы там функционали или каких-то смежных отраслях. Я каждый год надеюсь, что очередной год станет годом картографа, то есть, наконец-то, у обычных людей, которые рисуют карту, появятся нормальные инструменты. Скажем, в OpenStreetMap совершенно не покрыта область сбора данных с автомобиля. Я, собственно, над ней работаю с тех пор, купил машину. Вот, то есть, когда ты едешь по дороге, ты проезжаешь там огромное количество перекрестков, магазинов, кафе, особенно за городом, которые, кроме тебя, никто не соберет. Потому что в 200 километрах от ближайшего города там и велосипедисты нечасто проезжают, и как-то пешком никто не сфотографирует. Ну вот, и все это нужно собирать и рисовать на карте. Вот, и вот системы для подобного сбора и обработки данных, они должны развиться. Вот, потом печать обходных листов, то есть, маленьких фрагментов карты, вот на бумаге, которые ты берешь с собой на улицу и дальше ручкой просто дорисовываешь там недостающие вещи, недостающие там дворовые проезды, там магазины подписываешь. Вот, тоже как бы система подготовки печати этих обходных листов сейчас на уровне 2006 года. Все обновлять нужно. Понятно. Ну и, соответственно, обратный процесс, когда тебе потом эту информацию с этих листов как-то загрузить, тоже, соответственно, надо как-то есть. Ну, вероятно, да. То есть, в идеале, что нужно по стритмапу, так это специально мобильное приложение по смартфону, в том числе под дешевые, там, 500 рублей андроида смартфона, вот, которые позволят людям, не только в разных странах, но и в развивающихся, там, в Африке той же, вот, как бы взять там или арендовать эти смартфоны, пойти и собрать данные для карты и, возможно, сразу нарисовать. Ну да. Пока что таких систем нет, поэтому та же команда гуманитарной картопомощи, она страдает. Она печатает обходные листы огромными пачками, ей приходится там собирать уроки, всех учить в работе в наших очень удобных редакторах. Вот, все это может быть упрощено, и вот, я надеюсь, что в ближайшие годы его постритуток будет фокусироваться именно на этом. Ну, как я уже сказал, от коммерческих компаний этого ждать нельзя, потому что это не использование данных, а их сбор. Ну да, да. Ну и всякое по мелочам, не знаю, векторные карты нельзя сказать, что это прямо такое ожидаемое будущее, потому что они, в общем-то, не особо добавляют, не сильно улучшают интерфейс. Ну, понятно. А стратегические вещи, это в основном такие организационные вещи. Люди, там, лучшие организации, более эффективный поиск разных грантов и пожертвований. Вот, разные конференции, там, вот, мы проводим первичные конференции, в том числе и в России, последняя была в начале февраля этого года, вот, и, скорее всего, что-нибудь будет в следующем. Вот, и разные карта встречи, там, это когда участники и новички собираются в кафе, распределяют районы города и идут самостоятельно с теми же обходными листами дорисовывать, обновлять карту. В общем, да, есть много организационных задач, и их все нужно решать, вот, и как-то оптимизировать их. И, в общем, стратегические цели в оптимизации, а тактические цели в организации в середине. Понятно. Слушай, ну, мы с тобой так довольно-таки неплохо, мне кажется, поговорили, вот, обсудили всякие темы, поэтому, собственно, желаю тебе и проекту в целом дальнейшего развития, вот, улучшения и достижения поставленных целей. Спасибо тебе, что пришел, было очень интересно, вот, ну и всем до новых встреч, пока-пока. Спасибо и пока.